Привет! Сегодня мой последний завтрак с продуктами Бианова, потому что все хорошее имеет свойство заканчиваться. И так как никто из вас не заявил желание поддержать мои начинания в плане завтраков, то на мое счастье и возможно ваше несчастье это последний завтрак. Да, тут еще немножко осталось, но знаете, мне хочется иногда покушать и вне камеры чего-то подобного. Это гранола. Она стоит слегка подороже, чем хлопья. Я сейчас попробую найти ее цену на вальберец. Гранола от Бианова тропическая. Можно купить, конечно, и на самом сайте, но там, по-моему, платная доставка, на бесплатной доставке надо прилично набирать. Вот мне первым вырезала как раз гранола Бианова. Она продается по 6 штучек в боксе, по 60 грамм, либо вот таким пакетиком по 400 грамм. Вот 6 штучек, допустим, порционной ореховой стоит 372 рубля. Вот гранола ореховая, хотя у меня тропическая. 447 рублей за 400 грамм. Но тут, в принципе, есть как раз и все остальное. И другая гранола. Яблочная есть. Вот тропическая тоже 447 рублей за 400 грамм. Я артикул оставлю в инфобоксе. Также артикул будет на цикорий. Цикорий 100 грамм. Можно купить от 100 до 150 рублей, смотря какая у вас личная скидка. И сироп цикория тоже от Бианова можно купить на вальберец в пределах 300 рублей. Тут 230 грамм. Молоко я сейчас использую козье. Я покупаю за 100 рублей полутора литровую бутылку пластиковую с молоком. 100 рублей полторашка. Сейчас у меня греется чайник и немножко тут молочка осталось еще. А я попью цикорием. Цикория тут как раз осталась на раз. А все у нас в граноле. Состав запеченная, хрустящая муссу, цернозерновые, овсяные хлопья, растительные пищевые волокна, овсяные и пищевые отруби, пшеничная рисовая мука, подсолнечное масло, посластитель и ретрит из растительного сырья, ничменный солод, соль, кусочки ананаса и банана сублимированной сушкой, кокос сушеный, резанный. Все. Ну да, можно даже поставить. У меня здесь всякие орехи, фрукты. Я вообще немножко закупилась, смонтировать я не успела в силу разных обстоятельств. Но на днях обзор покупочек еды я выложу на канал. Так, от ложки доставать уже тут очень проблемно. Я просто высыплю серчак. Ну все. Смотрите, как вкусно пахнет. Горячий чайник. На, сейчас ловочку где-то надыбать. Не остатки молока. Я в понедельник собираюсь выдры. Я давно хотела туда съездить зимой. Но одно дело, когда ты сам хочешь, а другое дело, когда тебя зовут в гости. Правда, придется сначала через два района в сторону центра ехать. Там ждать автобуса, ловить его. Надеюсь, там кто-то еще год в понедельник. У меня тут что-то капнуло немного. Махать ему и останавливать. Возможно, придется с собой посильнее очки взять. Потому что у этих-то я только уже на подъезде к остановке у автобуса вижу название, куда он идет. Автобус у нас будет маймеры. В 9.20 он бывает в солнечном. Там мне надо будет пораньше прилично встать, до туда добраться. Как же без кошки-то? Ну и обратно он идет в 4 часа. В общем, я там успею побывать в гостях и даже может немножко по зимней деревне прогуляться. Если вам захочется посмотреть завтра эти мумбанки, то я их определила в отдельный плейлист. Ссылку на него оставлю в инфобуксе. Как раз перед списком артикулов на Вайберис на эту продукту. Также есть отдельный плейлист. Там, по-моему, сейчас 100 с хвостиком 104, что ли? Видео просто мумбанков. На него тоже оставлю ссылочку вон по боксу, если вам интересно. Если вы любите по утрам кушать и смотреть в монитор, то можете глянуть. Есть еще плейлист. Который макушам соль я точно не помню название, но примерно так оно по сути есть. Сначала я готовлю, потом кушаю это. Он периодически пополняется. Я его сделала недавно, один плейлист, потому что какие-то видео были изначально плейлистом мумбанков. Так что вам вот где развернуться. Ну, а как бы сами мумбанки продолжили проходить где-то 3-4 раза в месяц. Ускорить их выходы всегда можете подпиской на бусте. Да, она там где-то сейчас как раз будет облачко. Либо, если вам территория позволяет, на форме спонсорскую подписку на YouTube. Это тоже хорошо. Да, я его так понимаю. Главное. Да, я готовлю. Да, я готовлю. Да, я его так хочу. Да, я готовлю. животинка сегодня спала со мной у меня практически третий сутный мигрень но сегодня она более-менее такая легкая наверное самая жуть была этой ночью там уже помимо мигрени практически все болело еще я недавно ну может месяца полтора назад обнаружила что у нас стену расписали в парке который у нас в районе но так как я была вечером особо не разглядела я все хочу туда как не сходить с камерой днем заснять что там для начала хочу сходить днем просто на разведку чтобы понять где снимать потом уже так 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 Я тут нашла на Вайберс Выкупила, а потом протестила уже Одни капсулы Русского производства Ну, производства Китай, но марка вроде как русская Лифос Клин Обзор уже есть на канале Но я еще записала шорс Правда, я его еще не выкладывала У нас столистка есть Котеночек, ее игрушка Вообще, изначально котеночек Розовая ленточка от Эйвана Я его периодически стираю Одну из капсулы постирать ее Капсулы, кстати, 5 цветов Каждая пахнет Немножко по-особенному Вот один такой котеночек Постирался на 15-минутной стирке Капсулы Я так просто интересно была, думала Растворится эта капсула или нет Ну, если существует 15-минутная стирка И внезапно растворилась, вся вымылась полностью И котенок довольно нейтрально Был чистенький Ну и так как сейчас отопительный сезон То на батарея он довольно быстро высох Пока кошка спала А то обычно летом Он не успевал досохнуть Я его вложила на сушилку После стирки А она его стаскивала Не дожидай, когда он высохнет Эта чашечка, мне кажется, слегка поменьше, чем обычно у меня В ней, наверное, только 200 мл И хочется добавить сиропа Потому что чутка горьковаста Сироп советуется не более двух чайных ложек в день Вот тут у меня с небольшим верхом В составе сиропа это инулины с корней цикория и вода Сиропа 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 До речегоста Все равно остатки молока я там еще где-то около литра простокваши и молоком возможно нужно правда стала простоквашей ну за понедельника как не дотянул сегодня у нас четверг и вы видите этот завтрак в пятницу по сути я так понимаю что уже где-то месяц записывайте завтраки потому что плейлисте 20 видео если они у меня рассчитаны на будни то где-то так и есть хотя были моменты когда я пропускала но по некоторым причинам не могла записать и выкладывала какой-нибудь мулган просто вместо завтрака кусочек от овсянки от глянула прицепился к зубу молочного вот и покушал с вами товарищи ну я надеюсь вы тоже поедет зарядились положительной энергией эмоциями и так далее и пошли на свою работу или куда вы там пошли ну и что до встречи на других монбангах либо других видео которые вы возможно у меня смотрите пока пока пока